Здравствуйте! Здравствуйте! Нельзя бы они там уже на перекрестках? Да я собрался налево повернуть, потом передумал. Вы что? Да потому что вспомнил, что мне прямо. Посадку заезжать? Да, думал, что налево, а потом оказалось, что все-таки прямо. Можно ваше удостоверение служить? Мое тоже. Нет, вы сначала предоставите свое, потом уже предоставление. Нет, я просто хочу знать им фамилию. Я хочу удостоверение посмотреть, номер. Мне же так писать будет легче. Так. Придаем следующие документы. Водительское удостоверение и технический паспорт. Да. Пожалуйста. В России можно обонять, Николич? Нет, значит, смотрите, какая ситуация. Значит, говорим чисто теоретически. Как будто это было бы, потому что я ничего не совершал. А, не совершали? Нет. Значит, такой обгон как? Обгон и встречка, это встречка. Я встречку не задел. Я... там стоит только налево, вот там я мог бы, в принципе, как бы проехать там. Вот. И быстро убежать на свою полосу. Это нарушение разметки, не знаю какая точная... То есть, на полосу встречную разрешен у вас? Он запрещен везде. А что вы выезжаете? Я не выехал. А как получилось? Я же говорю, там был поворот налево. Я в эту полосу въехал, обогнал две машины и вернулся назад на свою полосу. Ну, даже если это и нарушение, то вообще какой-то смешно. Почему что? Ну, конечно. Ну, нарушение разметки. А на встречку не выезжал. Вы видите, посмотрите какая здесь разметка и какой знак стоит. Ну, я видел какая там разметка. Там стоит поворот налево, а правая полоса прямо. Я заехал вот на эту полосу. Какая правая полоса? Здесь одна полоса... Нет, там отдельная полоса для поворачивающих налево. Есть ли такая? Вот я на нее и заехал. Я вернулся сразу на свою... Значит, поворот налево? Ну, вот передумал, вспомнил, что в Харьков зачем мне налево, если лучше в Харьков. Можно доверенность? Да? Можно. Можно, конечно. Хватит наш машина. Передаем доверенность. Подключаем試ку. Не надо, не надо, не надо. У меня есть машина. У меня есть машина, но я к месту в нём. Я с ней закон. Это заставило. Да, Михаилович, обычное предупреждение. Хорошо, спасибо. Больше не будем нарушать. Поаккуратно, на дорогу. Да, ладно. Хорошо. Кто может выключить? А? Кто может выключить, что ты выключил? Тут к вам же наоборот, в ваших интересах, чтобы было видно, что вы вернули документы мне под видео. А то у меня получается есть видеозапись, как вы мне их взяли, а нет видеозаписи. А кто вас забирает? А? Вы забыли такие скучки? Вот, видите, какой я сейчас воевал там с майором на посту вообще. Он мне аж камеру хотел отобрать, ремешок оторвал. Мы пришли на мировую, что он меня будет, так сказать, в дальнейшем благоволить. Я такой уж вывезти. А я на него в прокуратуру не буду писать. Ездите, как хотите. Нет, почему ездите, как хотите. Я же, видите, старался не выскакивать на встречную полосу. Потому что он специально вернулся на свою полосу. Потому что по нашим законам, конечно, у меня права забрали уже через 15 минут, моя автомобильная деятельность. У вас законы попроще немножко, особенно в частности иностранцев. Тем более вы не подписали, ну вы, в смысле, Украина, не подписали с Россией закон о взаимном признании административных нарушений. Поэтому даже здесь в крайнем случае заберут права, их можно просто пойти за мной и получить в России. Можно договор? Нет, можно у нас, да. А то, что Украина не подписала почему-то этот договор о взаимном признании. У вас за права не забирается, почему вы знаете? Я знаю, что у вас вообще права толком не забирается. И даже если, в принципе, их забирать, по Венской конвенции их обязаны вернуть на границу. Вот, и такого механизма нет, поэтому с ним никто не связывается. Вот, и вот сюда. Что за лекция?